Деду Морозу. Да, Деду Морозу. Писать письма Деду Морозу, их традиция. Воспитанники детского сада «Солнечный зайчик» каждый год поздравляют его с днём рождения. А как только начинает работать волшебная почта, рассказывают Деду Морозу о своих желаниях. Пожелала Деду Морозу много счастья и добра. Я хочу, чтобы он мне подарил на Новый год куклу Бэби Бон. Я хочу, чтобы он мне подарил Лего Сити, большой синий самолёт. И я хочу на Новый год получить русалку Барби. Чтобы Дедушка Мороз хорошим детям дарил подарки каждый Новый год. Каждый год мы празднуем день рождения Деда Мороза. Каждый год мы отсылаем ему письмо. Мы совершаем онлайн-экскурсию по резиденции Деда Мороза. Ну а если говорить о подарках, ну, вы видели, что сегодня говорили детки. В преддверии новогодних праздников работы на почте прибавляется. Письма Деду Морозу пишут и дети, и взрослые, говорят сотрудники. Конечно, каждый желающий может написать письмо в адрес Дедушки Морозова, в резиденцию, написать письмо или отправить открытку. Для этого даже не обязательно знать его адрес, потому что почтовые работники знают его наизусть. Потому что ежегодно доставляют порядка двух миллионов писем в его официальную резиденцию. Послать письмо Деду Морозу можно не только по обычной почте. У него есть свой официальный сайт. Здесь вы можете оставить для него сообщение. Он его сразу же прочитает. Мария Воронова, Игорь Шишилин, Новости, Телеобъектив.